ДВХАП.РУ 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 Секунда, проверка была признана и незаконной, проведенной? Таким да. Таким нет? Я вам еще раз говорю, все штрафы сняли и это снялось. Более того, было доказано, что те проверки, которые были проведены, были неправонервы. Дело в том, что я как председатель в свое время потратил деньги, здоровье на то, чтобы доказывать в суде, что извините меня, я не осел или законопослушный и управляющий. А это время я мог потратить, естественно, на должное содержание домов, на работу с административными квартирами, которые в основном являются задолженными. А мне, насколько известно, Главное контрольное управление обязано как раз-таки контролировать органы местного управления. Их недолг составляет на данный момент 2000, и об этом сообщал Главное контрольное управление. Полтора миллиона. Как аргумент. Скажите, пожалуйста, ваше предложение конкретное, в чем они заключаются? Вот то, что вы говорите, это негатив, что работаете ко всем одинаково. Ко всем одинаково. А еще, давайте, поясните вам, давайте, у нас большое предложение. Причите, я поясню. Давайте предложение. Давайте, Владимир Владимирович. Еще раз повторяю, в первый микрорайон, возьмите и сделайте сплошную проверку работы управляющих организаций. Всех домах. Вы будете очень удивлены. Можно я поясню? Понимаете, в подвал управляющих организаций домах зайти невозможно без газ и сапог. Давайте, это пояснение вам даст зам, начальник управления, который курирует данную направлению работы. Потому что я, Кашевская Виктория Викторовна, заместитель начальника управления, который курирует вопросы как раз государственного жилищного надзора. Правовым основанием для проведения проверки является обращение граждан. Поэтому в случае наличия такого обращения мы проведем проверку, проверим подвал конкретного дома, по которому будет обращение от этих собственников. У нас правовые основания для проведения только неплановая выездная проверка, которая проводится на основании поступившего обращения. А можно вопрос задать? Можно, конечно. После проведения проверки вы составите протокол, либо акт проверки. В случае выявления нарушения, соответственно, шлифованием 294-го федерального закона, по каждой проверке составляется акт, в котором указываются результаты проверки в случае наличия выявленных нарушений. Орган жилищного надзора выдает предписание на устранение нарушений, при наличии оснований принимает решение о привлечении к административной ответственности. Акт составляется на ней? Акт составляется всегда по результатам проведенных проверок. В прошлом году, в марте, месяце после такого осмотра акта составлено не было. А я вам конкретно называю. Нет, ну давайте вы обратитесь к конкретным обращениям, что тогда-то таким-то инспектором была проведена проверка, которая отказалась составить акт или его оформлено ненадлежащим образом. Как я могу комментировать, что было в марте прошлого года? Нет, вы напишите соответствующее обращение. Это ваше право. Вы должны отвечать конкретно на наши. Я отвечаю, каждое обращение гражданина о любых нарушениях, связанных с действиями как органов местного самоправления, управляющих организаций, других субъектов данных правоотношений, будет проведена при наличии правовых оснований соответствующая проверка и приняты соответствующие меры инспекционного реагирования административного воздействия. У меня большое предложение. Давайте проведем еще один творческий эксперимент. Мы напишем заявление с вашими инспекторами, с представителями управляющих организаций, и с жильцами, еще раз говорю, попытаемся зайти в подвалы без вреда для здоровья. Прямо присутствует пресса. А вот дальше мы хотим посмотреть, какие отчеты управляющие организации напишут, на что они истратили деньги, а самое главное, как принимались дома к отопительным сезонам, почему-то и все подписывают. Будет проведена по всем вопросам, которые в компетенции органа Государственного жилищного надзора.